Убежденный вор в законе, он всю свою жизнь строго соблюдал воровские понятия и до самой смерти остался империем. Большую часть отпущенных ему лет Виктор Борисович провел за решеткой. В коминальном сообществе пользовался при всем этом большим уважением. Виктор Борисович Сидоренко был уроженцем Ростова-на-Дону. Родился 15 июня 1930 года. О его детстве и юности почти ничего не известно. Годы очень давние. В первый раз оказался на скамье подсудимых в 17 лет. В 1947 году. За разбой его посадили на пятерку. Тюремная жизнь Виктору Борисовичу понравилась. Он проникся воровской идеей и понятиями. И сделал их своими жизненными принципами. За неподчинение и презрение администрации во время отбывания первого срока его короновали воры в законе. Коллеги по тюрьме дали ему интересное прозвище – «Кукла». После первой отсидки в 1952 году его арестовали и вновь посадили на 10 лет. Затем последовала третья судимость в 1955 и еще на 25 лет. Плюс к этому 25 лет в 1960 году. Следующая судимость произошла в 1972 году. На 4 года. В 1976 еще на 5. В 1980 году «Кукла» посудили на 10 лет. А в 1981 году суд добавил к его сроку еще пятерку. Освободиться Сидоренко должен был только в 1995 году. Таким образом, почти всю свою жизнь законник провел в лагерях. В криминальном сообществе «Кукла» слыл уважаемым вором за поле. К его мнению прислушивались даже сотрудники правопорядка и тюремное начальство. Для разрешения разных спорах и конфликтных ситуаций к нему шли другие заключенные. Кукла был крестным отцом многих известных криминальных авторитетов. Он был инициатором коронации Рога, Кукши, Ули, Толика, Евдельского, Седого крытника Валерки. Мало кто из воров в законе доживает до мудрого возраста. Виктор Борисович – один из них. Но умереть своей смертью ему все-таки было не суждено. 6 августа 1996 года «Кукла» был убит в Челябинске. Похоронен авторитет был в том же городе, в Челябинске, на местном Митрофановском кладбище. На его похороны пришло множество людей, которые знали его как доброго и отзывчивого человека. Расследование убийства так ни к чему и не привело. Дело вел Следственный комитет. Сами соратники законника тоже вели свое расследование, но до истины так и не докопались. Есть версия, что Виктора Борисовича убили из-за его жесткой позиции в отношении нерусских воров в законе. Из-за его взглядов его даже иногда называли националистом. По другой версии убили законника за его идейность. В лихие 90-е многие воры в законе изменили воровским понятием, стали заниматься рэкетом и крышеванием. Сидоренко неоднократно высказывался против таких, что многим из них естественно не понравилось. Противники куклы заявили, что те, кто придет на похороны авторитета, ожидают жесточайшее расправа. В день похорон 9 августа 1996 года были застрелены Толик Донец и Леха Орский, которые, несмотря на все поступаемые угрозы, все же пришли проводить достойного человека в последний путь. Продолжение следует...